Как все начиналось? Все, что описано ниже, по всем законам вероятности, могло бы и не произойти. Если бы несколько столбиков на отдаленном ранчо Фостер Плэйс не повалились на землю, то не было бы ни цепочки странных смертей неугодных свидетелей, ни кропотливых изысканий детективов, ни многотомных научных трудов, ни долгих закрытых слушаний в Конгрессе, ни сверхсекретных правительственных программ. Судьба распорядилась иначе. Хлипкий забор рухнул, и несколько овец, напуганных ночными раскатами грома, сбежали в неизвестном направлении. Брейзил решил, что искать заблудших следует в распадке высохшего ручья, и отправился было в путь, но уже примерно через 7-8 миль он случайно, вместо овец, обнаружил какие-то странные обломки, рейсовый самолет. Но нет. Внимательно осмотрев и почупав руками находки, фермер понял, что вот до этого момента все в нашей истории понятно. После одни вопросы. Что же на самом деле нашел Брейзил? Брейзил. Об этом спорят ученые вот уже полвека. Говорят, что это были якобы какие-то там обломки НЛО. Конгрессмен от республиканской партии Стивен Скиф, уважаемый и серьезный человек, он не верил бредовым газетным уткам. Но из родного штата Нью-Мексика к нему стали слишком уж часто поступать телефонные звонки. Избиратели желали знать правду о той истории полувековой давности, и интерес которой возродила популярная телепрограмма «Неразгаданные тайны». Закон есть закон, и Скиф вынужден был под давлением общественности направить министру обороны запрос об имеющейся информации по Руссуэллскому делу. Если бы конгрессмен получил бы обычную отписку или документы об упавшем метеозонде, на этом бы наша история и закончилась. Но Скифу позвонил некий полковник и грубо посоветовал не отвлекать от работы занятых людей. А документов уже нет, они переданы в Национальный архив. Однако в архиве нашлась лишь так называемая «голубая книга», данная ВВС, рассказывающая о связанных с НВО инцидентах. В этих документах о Руссуэлле не было ни строчек. Тут надо сказать, что Стивен Скиф не просто конгрессмен. Он еще и член Комитета Палаты представителей по наблюдению за деятельностью правительства. В котором долгое время в Бюро общей отчетности занимался расследованием финансовых афер самых высокопоставленных лиц. Коллеги говорили, что у Скифа нюх на различные аферы. И тот действительно уловил, что запахло новым правительственным замалчиванием чего-то существенного. Вмешательство Бюро не потребовалось бы, если бы Министерство обороны не проявило столь необъяснимой уклончивости. И вот, наконец, в начале 1994 года любители таинственного во всем мире затаили дыхание. Бюро общей отчетности объявило о начале официального расследования. Очень быстро, далекие прежде от уфологических проблем конгрессмены, благодаря бескорыстным помощникам, оказались в курсе всех последних полулегальных изысканий по этому делу. Итак, фермер Брейзел наклонился и поднял с земли то, что он поначалу принял за обломки самолета. Дальше будем придерживаться двух точек зрения. Официальный военных и неофициальный уфолога. Будем последовательно идти тем же путем, что и современное расследование Конгресса. Официальная версия. Брейзел нашел обломки обычного метеозора, в состав которого входили надувной шар, ящичек с приборами и пластинка с адресом, по которому следовало за вознаграждение вернуть приборы. Их время от времени заносило в эти края секретных полигонов Аламгорода. И соседи Брейзера также, хоть и редко, но все же находили зонды на своих участках, за что им каждый раз выплачивалась сумма в несколько долларов. Свидетельство самого Брейзела. Я увидел и поднял тонкий, почти невесомый, металлический, в кавычках, лоскут. Он походил на фольгу. Его можно было мять как угодно, но потом он сразу же принимал первоначальную форму. Еще там был также невесомый брусочек, как бы из базальтового дерева. Но это дерево, в кавычках, не обуглилось, когда я его пытался поджечь зажигалкой. А нож не оставил на нем даже царапины. Еще такие же прочные, нервущиеся, бурые лоскуты, похожие на восковку или пергамент. Тончайший шелковый шнур, который сам собой расползается в руках, но не разрывается никакими усилениями. Невесомая черная металлическая коробочка без крышки и отверстий. Кусок трубы, в кавычках, с фланцем. Также черная металлическая пластина с иероглифами, похожими на китайские или древнеегипетские. Затем отыскались и другие предметы со столбцами непонятных бледно-розовых и алок-красных надписей. Размер кусков доходил до одного метра. Самый большой, четырехметровый, я затащил к себе в сарай. На следующий день, 4 июля, показал находки соседу Филу Проктору. Тот выглядел уставшим и советовал забыть обо всем. А мой двоюродный брат Холлис стал настаивать, что это обломки таинственного диска, летающего часто на Дью-Мексико, и что нужно обратиться на базу ВВС в Розуэль. Это было 5 июля. Официальная версия. Утром в понедельник, 7 июля 1947 года, начальник разведотдела 509-го авиаполка на авиабазе Розуэлл, в скобках ныне база Уокер, майор Джесси Марселл получил от местного шерифа информацию о странных находках. После обеда Марселл принес на авиабазу несколько обломков, а уже через час по приказу командира полка выехал на ранчо Фостер-Плейс вместе с контрразведчиком из Техаса Ковидтом. На пастбище они попали лишь утром 8 июля. Местный фермер показал им полосу в 3 четверти мили и несколько сот футов в ширину, примерно 1400 на 300 метров, сплошь усыпанную обломками. По рассеянию обломков установили, что в воздухе произошел взрыв быстро летящего летательного аппарата. Позже солдаты прочесали всю местность и подобрали обломки. Свидетельство семьи Бреззела. 8 июля по радио передали официальное сообщение о том, что на пустынном плато штата Нью-Мексико американские ВВС подобрали упавшую летающую тарелку. И семья Бреззела очень быстро догадалась, для чего утром их глава семейства повел на плато офицеров ВВС. Когда уставший Уильям наконец возвратился с майором домой, то услышал, как 11-летний сын Марсела ошарашил отца вопросом «Папа, ты привез летающую тарелку?» А вечером отец с сыном перенесли часть находок на кухню, где очень долго пытались сложить из них нечто единое целое. Официальная версия. Утром 8 июля лейтенант, ответственный за связь с прессой, лейтенанта Уолтера Хотта вызвал к себе полковник Баланчер и приказал составить и распространить в средствах массовой информации сообщения о том, что подобран потерпевший аварию летающий диск. Текст гласил, многочисленные слухи относительно летающих дисков подтвердились вчера, когда разведотделу 509-го авиаполка 8-й воздушной армии при содействии фермера и окружного шерифа удалось завладеть одним из таких дисков. Летающий диск был обнаружен вблизи ранча в окрестностях Розуэлла на прошлой неделе. Ввиду отсутствия телефона, лишь по прошествии нескольких дней фермер смог известить шерифа, а тот, в свою очередь, уведомил начальника разведотдела Джесси о Марселле. Диск с ранча доставлен на авиабазу Розуэлл, где подвергся предварительному осмотру, после чего майором Марселом был доставлен в вышестоящий штаб. Комментарий юриста. В 1947 году еще не было строгих инструкций для военных хранить втайне все, что касается проявлений деятельности НЛО. Поэтому полковник действительно мог дать такую утечку информации по собственной инициативе. Однако непонятно заявление, что Марсел доставил в вышестоящий штаб летающий диск, в то время как Марсел в тот час только-только начал собирать обломки на ранча и не довез их не только в штаб, но и на базу. Официальная версия. Сообщение немедленно передало агентство Ассошейд Пресс. Затем его подхватили радиостанции и газеты с требованием разъяснений из Пентагона позвонил начальник штаба ВВС генерал Хойт Ванденберг. Немедленно после этого по радио с опровержением выступил генерал Роджер Рэйми. Когда полковнику Бланчарду стали звонить журналисты со всей страны, он понял свою ошибку и отдал приказ своим подчиненным. Если вы знаете средства, как заставить их заткнуться, действуйте. В новом официальном сообщении уточнялось, что обломки на самом деле принадлежат метеозонду Раина. Журналистам было позволено сфотографировать их на пресс-конференции. Мнение самих метеорологов. Заявление ВВС – ложь. На самых первых снимках, сделанных по горячим следам и просочившихся в печать, видны обломки и отдаленно не напоминающие метеозон. Затем, после официального сообщения о том, что упал зонд Раина, на снимках и вживую перед журналистами продемонстрировали часть совершенно другого зонда. Для специалистов разница была слишком явной. К примеру, в оснастке второго, в отличие от Раины, не было ни грамма фольги. Официальная версия. Когда ошибка стала очевидной всем, на конец 8 июля и сам виновник торжества фермер Брейзел выступил перед журналистами с объяснением, почему он принял метеозонд за нечто необычное. Свидетельство соседей Брейзела. На самом деле, Уильям Брейзел в тот день был приглашен владельцем местной радиостанции Уолтером Уитмаром, где записал большой рассказ о найденных обломках инопланетного диска. Но интервью в эфир не вышло. Уитмару не удалось прокрутить его по сети местных радиостанций, а как только он переключился на канал своей радиостанции и сказал несколько вводных слов, как немедленно из Вашингтона позвонил ответственный секретар Федеральной комиссии по радиосвязи и под угрозой лишения лицензии приказал сменить тему передачи. О том, что все местные средства массовой информации были взяты под контроль, говорит и то, что сорвались аналогичные попытки у других. После начала передачи Джона Макбойла сразу же заработал телетайп. Внимание в Альбокерке! Не передавайте! Повторяю, не передавайте это сообщение! Немедленно прекратите передачу! Десятки других местных радиостанций также прекратили свои сенсационные репортажи буквально на полусловие. Едва же потрясенный Брейзел вышел на улицу, как его обступили 5-6 человек в форме, причем момент пленения случайно наблюдал другой фермер Фил Проктор с товарищем. На базе его раздели до нога, долго обрабатывали, в кавычках, и взывали к его патриотическим чувствам. Перед журналистами он выступил заранее заученным текстом, но в конце от себя добавил, и все же это был не метеозон. Я на своем веку перевидал их предостаточно. А если впредь я что-либо найду, черта с два кому об этом расскажу. Официальная версия. Никакого силового давления на журналистов и свидетелей не предпринималось, хотя власти имеют право вмешиваться в работу радиостанций, если их передачи угрожают национальной безопасности. Версия уфоводов. Возникает законный вопрос. Для чего ВВС понадобилось давать два противоположных по смыслу официальных сообщения? Со вторым сообщением, в скобках, это медиазонд, все понятно. Власти и прежде, и потом не раз обманывали население, выдавая НЛО за самолеты, вертолеты, воздушные шары. Первое сообщение, диск упал близ Росуэлла, не могло быть самостоятельной инициативой. Не в обычаях полковников делать какие-либо официальные сообщения, тем более такое важное, без советов с начальством. Тем более выглядит невероятным, что полковник сообщил заведомую ложь. Найдена де тарелка, которая перевезена в вышестоящий штаб. Ссылка на начальство для военных вообще убийственна. И потому нельзя представить полковника Бланчарда, который из одного только хвастовства подписывает приговор в своей карьере. Значит, и эта ложь была написана сведомо или по приказу начальства. С целью, возможно, отвлечь общественность от чего-то более существенного. И пустить журналистов по ложному следу. Логично было бы предположить, что если фермер Брейзел сразу после удара молнии видел вспышку и слышал мощный взрыв в небе прямо над фермой, обломки нашел примерно в 13 километрах к западу от фермы, то и сам поврежденный аппарат, если он не развалился полностью над фермой от прямого попадания молнии, должен был улететь дальше, на запад. Чем бы он ни был, этот аппарат, но если он на высокой скорости теряет хотя бы часть обшивки, то секунды его обречены. О том, что скорость была велика и в несколько раз превышала скорость звука, свидетельствует дальность самостоятельного полета осколков 13 километров и эллипс их рассеивания на земле 1400 на 300 метров. А значит, военным имело смысл поискать нечто более существенное, чем груда осколков, в десятках километров западнее. И не дать той же возможности журналистам, просто любопытным, иностранным разведчикам, не забывайте, началась холодная война. Официальная версия. Бредовые мысли в комментариях не нуждаются. Свидетельства Барнета. Инженер Федеральной службы мелиорации Грейди Эл Барнетт ранним утром 3 июля, то есть через несколько часов после взрыва над фермой, приехал на первичную рекогностировку местности рядом с городом Магдалина в пустынной равнине Сан-Августин, штата Нью-Мексико, примерно в 150 милях, 270 километров, к западу от фермы. В миле от себя он заметил тускло светящийся крупный предмет, показавшийся ему разбившимся самолетом. После него к самолету, в кавычках, подошли занимавшиеся в этих местах раскопками археологи. Удивлению людей не было предела. На песке лежала большая 9-метровая серебристая тарелка. Она действительно потерпела аварию, это было видно по проломленному от удара корпусу с разошедшимся швом. Рядом на грунте и внутри разбитого аппарата в различных позах застыли тела маленьких, чуть больше метра, людей с непропорционально длинными руками и большими головами. На голове огромные впалые глаза, отверстия для носа, рта, ушей. Серая униформа тоже странная, на ней не было швов, пуговиц, молний. Она облегала тело, словно вторая кожа. Очень скоро к месту катастрофы подъехал грузовик с солдатами, невольных свидетелей, а так далее, предварительно предупредив о последствиях в случае, если они проговорятся. Официальная версия. Все досужие разговоры о том, что кто-то где-то находил разбитые НЛО и мертвых пилотов, базируются на том факте, что однажды очевидцы действительно видели разбитую американскую исследовательскую ракету, запущенную с полигона White Sands, внутри которой находилась мертвая обезьяна. Версия уфолога. Сообщения о катастрофах НЛО продолжали появляться и после 1947 года. По сведениям Стрингфилда, всего их было 28, 12 в США, 5 в СССР, 2 в Китае и 9 в других странах. Но наибольшей известностью продолжает пользоваться самый первый Руссуэльский НЛО. Неутомимые исследователи Уильям Мур и Стентон Фридман собрали 92 прямых и косвенных свидетельства в пользу его существования, в том числе рассказы очевидцев, которые погибали при невыясненных обстоятельствах, как только начинали давать показания. Но самую большую известность получила 93 свидетельство. Копия сверхсекретного документа Majestic 12. Официальная версия. Совершенно секретно. Только для глаз. Белый дом. Вашингтон. 24 сентября 1947 года. Так начинается Majestic 12. Вкратце, его содержание таково. Предварительный инструктаж для новоизбранного президента Эзенхауэра, составлено 18 ноября 1952 года, разъясняется суть и степень секретности документа, причины, по которым начата программа исследования феномена НЛО и список лиц, допущенных к работам. В списке министр обороны, вице-адмирал, начальник штаба ВВС, три генерала, среди которых командующие авиабазой, доктора наук, физиолог и биохимик, авиаконструктор, астрофизик, физик. Ну и, конечно, ответственный секретарь Совета эмоциональной безопасности и шеф отдела психологической стратегии ЦРУ. Основная часть документа описание расследования крушения летающего диска в Нью-Мексико в 1947 году. При описании НЛО даны ссылки на более подробные приложения. Приложение Б. И изучение обломков, С. Тел гуманоидов, О. Конструкция диска, Е. Письменных надписей, Д. Принципа движения аппарата. Однако, сами приложения отсутствуют. Описано все довольно грамотным языком на семи листах официальных бланков с печатами. Упомянутый документ получен по почте в 1984 году от неизвестного лица. Существует несколько доказательств того, что он является умелой подделкой. Например, фраза «Информация с ограниченным пользованием» официально начала употребляться в документах через десяток лет после 1952 года. Версия уфологов. На каждый довод против подлинности документа находится свой контрдовод. В частности, термин «с ограниченным пользованием» был широко употребим. И хотя он не использовался в письменных документах для Маджестика, в силу важности последнего вполне могли сделать скидку. Тем более, что на этом документе существуют и другие новые пометки, значения которых тут же разъясняются. Можно с уверенностью утверждать, что автором Маджестика не явились сами уфологи, так как в нем приводится описание известных событий не совсем так, как его обычно описывают энтузиасты уфологии. Например, слегка различаются описания упавшего диска. В отличие от общепринятой версии, второй катастрофы НЛО называют не падение диска в Ацтеке, а в Эль-Индио, на границе Техаса с Мексикой 6 декабря 1950 года. Теперь уфологи предполагают, что власти в целях компрометации и отвлечения от более важной информации подкинули им фальшивку. Либо ЛИПА прежние доказательства катастрофы в Ацтеке с целью отвлечет Россуэлла, либо сам Маджестик компрометирует ацтекский случай. Официальная версия. Недавно выяснилось, что подпись президента Гарри Трумэна в Маджестике скопирована с другого документа, хранящегося в библиотеке Конгресса. Две подписи точной копии друг друга. Но известно, что человек не в состоянии расписаться дважды полностью одинаково. Версия уфологов. Это старый способ компрометации. Чтобы доказать неподлинность источника, изготовляют другую фальшивку. Еще никто не доказал, что сам документ с похожей подписью является настоящим. Или же Маджестик специально сделали идеально, чтобы втереться в доверие к падким на наживку любителям покопаться в государственных тайнах, но для того, чтобы затем морально победить их. В документе оставили одну малозаметную мину, в кавычках. Одно можно считать бесспорным в этой запутанной истории. Власти пытаются всеми возможными способами скрыть правду. И если тогда в условиях холодной войны такие действия были вполне оправданы, сейчас замалчивание эпохального открытия является преступным. Конгрессмен Скиф считает, что дело о катастрофе Близ Росуэлла может оказаться еще более скандальным, чем знаменитые Отергейт и Ирангейт вместе взятые. Надо ли говорить, что особого желания помогать раскручивать его подробности нет ни у ЦРУ, ни у ВВС, ни у Пентагона. Последний выдвинул свое объяснение. В 47-м на ранчо якобы были найдены обломки сверхсекретного разведывательного зонда, который, согласно программе Могул, должен был шпионить за ядерными испытаниями в СССР. Но и в этой версии не все гладко. Зачем США нужно следить за атомными взрывами у русских, если по данным разведки атомная бомба могла появиться у них не раньше, чем через десятилетия. И почему программу Могул якобы свернули и засекредили после первого атомного испытания СССР в 1949 году. Однако официальные лица из Бюро общей отчетности уверены, что найдут доказательства истины. В США документы финансовой отчетности не имеют срока хранения. И значит вполне можно найти сметную стоимость операции по поискам и транспортировке всех упавших дисков. Или даже информацию о стоимости хранения всех аварийных НЛО в супер секретном ангаре 18А на авиабазе Райт Паттерсон. В скобках она знаменита по одноименному фильму Ангар 18. Сейчас даже представить трудно, какие еще подробности могут скрыться в связи с этим делом. Если, конечно, не вспомнят вновь про формулировку в интересах национальной безопасности. Беспрецедентное расследование Конгресса в самом разгаре. И не будем предопределять его итогов. Правда, первые предварительные выводы уже обнародованы. Из того, что я знаю на сегодняшний день, заявил Скиф, ясно, что о чем бы речь не шла, это не был метеорологический аэростат под Розуэлом, а нечто совсем иное. И следы этого нечто ведут в ангар под номером 18. И там теряются. Несколько недель спустя ВВС объявили, что документы авиабазы, интересующего нас промежутка времени, уничтожены за ненадобностью. Это были отрывки из книги «Существуют вопреки логике, на изображении не обложка книги, просто фотография». Добро пожаловать в Розуэлл. Автор Вадим Чернобров. Вы его видите на фотографии. И ссылка на источник. Инопланетные транзисторы. Изобретатели транзисторов могли быть вдохновлены изучением останков инопланетного межзвездного корабля, утверждает Джек А. Шульман, президент американской компьютерной фирмы American Computer Company А. Си-Си. Со своей стороны астронавт Эдгар Митчел тоже разжигает полемику, требуя создания особой комиссии при Конгрессе США для проверки, не были ли в свое время использованы инопланетные технологии какими-либо военными или гражданскими фирмами. Эти удивительные заявления впервые прозвучали в конце 1997 года, когда маленькая и почти неизвестная фирма, производитель компьютеров American Computer Company высказалась на своей странице в интернете о том, что изучение останков инопланетного космического корабля, разбившегося в Розуэлле в 1947 году или какого-либо другого могло стать решающим фактором в разработке транзистора, завершенной к 1948 году докторами Шекли, Бардином и Бриттейном из Центра исследования электронных цепей лаборатории Белла и все они трое на этой фотографии. Основой для таких утверждений стала серия документов и свидетельств, которые, судя по всему, попали в распоряжение American Computer Company. Это предположение поддерживает подполковник в отставке Филипп Корса в своей книге «День после Розуэлла», который утверждает, что сам входил в состав группы, разбиравшей останки разбившегося корабля для их исследования в отделах лаборатории Белла. Появление транзисторов стало подлинной технологической революцией, и уже раньше предполагалось, что в этом глобального значения открытия учеными использовано нечто отлично от того, что можно встретить на нашей планете. До 1947 года использовались только вакуумные колбы и диоды из Германии и Селена, то есть двух элементов, которые существуют в природе. Но транзистор требовал появления полупроводников, для которых было необходимо использование материалов, созданных искусственным путем на базе Кремния, Арсения и других элементов. По мнению American Computer Company, среди останков инопланетного корабля, потерпевшего крушения, был ряд аппаратов после более прогрессивных технологий, в том числе и связанных с использованием ядерной энергии, а также чертежи и формулы, применение которых до сих пор нуждаются в углубленном изучении. Одной из самых важных новинок, предположительно обнаруженных на борту из планетного корабля, была пластина из сплава Кремния и Арсения. Под микроскопом в ней было выявлено наличие исключительно сложных электроцепей. Это устройство могло использоваться как электронный коммутатор высокой скорости и как усилитель, и именно оно, согласно гипотезе, ускорило изобретение полупроводников. На конференции, которая состоялась в 1997 году в университете Принстона, представители American Computer Company предъявили некоторые из предполагаемых доказательств этого открытия. Среди них выделяется серия брошюр, появившихся в 1947 году и подготовленных по утверждению представителей American Computer Company в недрах все той же лаборатории Белла. В брошюрах содержатся приказы начальников этой фирмы, регламентирующие процесс анализа секретной технологии, найденной на неизвестном объекте и чертежи странного артефакта, а также записи юридических споров между неким адвокатом и адвокатами данной фирмы. Также имеется короткий фильм, который снял один любитель Джон Алаема с изображением странного корабля, внешне похожего на классические НЛО и находившегося на военной базе Гриффит штата Нью-Йорк. Другим важным элементом, который подтверждает эту теорию, является размещение батареи ракет-перехватчиков «Воздух-Воздух», которые якобы, согласно военной доктрине 50-х годов, базировались в Нью-Джерси в трех километрах от лаборатории Белла и были призваны защитить население Нью-Йорка от предполагаемой советской угрозы. Однако радиус действия этих ракет не превышал 50 километров, тогда как расстояние до города небожителей в кавычках составляло более 60. Какова была истинная цель секретности содержания этих ракет? Почему охранять частную лабораторию было важнее, чем порт Нью-Йорка или военную базу в Нью-Орде? Не потому лишь, что в этой лаборатории хранилось нечто, представлявшее угрозу для всей нашей планеты? Естественно, власти отрицают здесь какую-либо связь. Транзистор не был единственным обращиком прогрессивной технологии, на разработку которой вдохновило изучение новинок из МЛО. Имеется целый ряд аппаратов, происходящих из захваченных инопланетных космических кораблей, назначение которых до конца не ясно. В числе этих устройств по некоторым источникам, предъявленным American Computer Company, находится усилитель микроволн высокой энергии, демонстрирующей удивительный вторичный эффект. Он дробит твердые тела на их молекулярные компоненты. Также среди них имеются некоторые электроприборы, функционирующие с такими частотами, как мионы. Но самым эффектным из ряда подобных изобретений является без сомнения огромный генератор, похожий на катушечный, 10 метров в диаметре, который, судя по всему, способен нейтрализовывать гравитацию и создавать для космических кораблей возможность совершать невозможные повороты, резкие ускорения и остановки без вреда для экипажа. Это отрывки из книги «Самые невероятные случаи», автор Николай Непомнящий. И ссылка на историю. События в Розуэле произошли 2 июля 1947 года. А уже 16 декабря этого же 1947 года физик-экспериментатор Уолтер Брайтон, работавший с теоретиком Джоном Бардином, вы их видите на фотографии, собрал первый работоспособный точечный транзистор. И вы его видите на изображении. Точечный транзистор Бардина Брайтейна. Появление транзисторов позволило человеческой цивилизации совершить резкий скачок в развитии. Уткнувшиеся сейчас в смартфоны народы планеты не задумываются, что без транзисторов, а также микросхем, которые содержат десятки тысяч транзисторов, никаких персональных компьютеров и смартфонов просто не было бы. Сами ученые создали первый транзистор, или технология была позаимствована, это уже не столь важно. По мнению Жориса Алферова, так как Иоффе был пионером исследований полупроводников, если бы не необходимость создания атомного оружия, открытие транзисторов могло произойти и в СССР. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ Новосибирск и плейлист Вадим Чернобров рассказы 12 видео озвученные мной. Все ссылки как обычно я дам в описании под этим видео. До свидания. Субтитры